Мы приехали в Храбитан, и я вам покажу интересные моменты, которые мы здесь увидим. Вот, например, в Вильте можно увидеть изображение короля и королевы. Вот здесь старый король и новый король. Ну, а мы отправляемся дальше, в путь. Мы подошли к очень интересному месту. Обратите внимание, тут такой перекресток, и очень забавные светофоры стоят. Первобытные человеки держат в руках по два светофора. Вот их здесь четыре, и они практически на каждом перекрестке стоят. Мы зашли на рынок, и вот такой вы видели джет-фрукт. Просто огромных размеров. Посмотрите, какой классный. Такой большой мы видим первый раз. Столовка, здесь можно купить супчик. Четыре вида супчика. Всякая рыбка, салатики. Есть креветки, мясо, гобы. Стоит 35-40 бат. Одно блюдо. Если вы на две персоны, то это будет стоить 50 бат. В горячках готовят. Все чистенько цели. Мы договорились насчет лодочки. Сейчас поедем кататься. Тут встретили такого чела. Первоначальная цена была 450 бат. Сторговались за 250 бат. Сейчас едем кататься. 250 бат на человека, а не на всех. Памятник тут орлам стоит. Очень интересная инсталляция. Мы отправляемся в путешествие. Лодки мы одни. Сейчас прилив, поэтому говорят, что пока прилив, лучше кататься. Мы полетим, смотрите. Две горы и мангровые рощи. К сожалению, мы ждали нашу подругу из Омска, которая едет и едет. К нам никак не приедет. Но мы надеемся, что у нее все получится. Мы встретимся наконец. Прибыли мы в такой заповедник. 30 бат вход. Тетечка нас уже встречает тут. Hello. 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 Похоже как на рейлии. Такие какие. Беткап. Кто там? А, это летучие мыши. Здесь много летучих мышей. Вон они пищат уже вовсю. Полезла я. Не знаю, съедят меня тут или нет. Обкакают. Ну, интересно посмотреть. Я внутри. Внутри пещеры. Не знаю, что получится на видео. Ой, мама, они тут летают. Ужас. В общем, я пошла отсюда, потому что мне что-то не очень хочется, чтобы мне на голову сели. И прям летают там. Здесь обнаружены человеческие останки. Там какие-то даже денежки у него есть. Сландцы. Угу. 43 тысячи лет назад. Скелетон. Вот такая его участь. Лежит тут под скалами. Древние сокровища идем, смотри. Давай, обвернись. Туда надо лезть. Туда мы не полезем. Очень интересно, но мы не полезем. Да. 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 Оригинальный. Оригинальный степ. Ага. Древние сокровища. Древние сокровища. Древние сокровища. Древние сокровища. Тут посуда всякая и находили драгоценности разные. Древние сокровища. Такая красота. Такая красота. Первобытный человек изображен. Трава. Там есть наскальные рисунки. Трава. 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 Мы приехали на ферму, где разводят рыбу, такие садки, рыба разная, маленькая и большая. О, какая здоровая, смотри. Это тайский тунец. О, какой огромный. Тунец? Да. А, это крабы. Бэк краб. Для приготовления. И из-за манго. Найс. С нами нет я краб с крабиком. Есть табличка, где написаны стихи о том, что надо почитать родителей. И вот отсюда открывается такой великолепный вид, наклон. Очень красивые горы. Это примечательности краби-таун представлены многочисленными памятниками. Кроме того, он может похвастать религиозным архитектурным строением ваткаев-карварам. Отличительностью и особенностью храма является его отделка абсолютно белого цвета. Создание храма краби ваткеу началось в 1887 году. Изначально это были жилища для монаха. Дело в том, что в то время один из монахов привез из Пукета и вырастил два дерева. Посадил он их с целью вылечить малярию и лихорадку у людей и в частности монахов. Продолжение следует... Продолжение следует...